Здравствуйте, это программа Город С, меня зовут Ян Налимов. Как государственные услуги изменили систему взаимоотношений водителей и госавтоинспекции? Сегодня мы обсудим, что нужно сделать, чтобы быстро и комфортно оформить документы на новый автомобиль. И как быстро восстановить водительские документы после утери. В нашей студии заместитель начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Самаре, майор полиции Алексей Соколенко. Алексей Сергеевич, добрый вечер, спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Ну и для начала давайте поговорим о том, чем занимается ваше подразделение, какие услуги предоставляются населению? В настоящее время регистрационно-экзаменационным отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел России по городу Самаре предоставляется две государственных услуги. Одна из которых по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, а другая по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами, а также по замене и выдаче водительских удостоверений. Предоставление государственных услуг по экзаменационной деятельности в настоящее время осуществляется на объекте предоставления государственных услуг, который расположен по адресу город Самара, улица Республиканская, 106, а предоставление государственной услуги по экзаменационной деятельности осуществляется на объекте предоставления государственных услуг, который расположен по адресу город Самара, улица Алматинская, 29Б, корпус 7. Оба объекта, следует отметить, находятся в непосредственной близости друг от друга. Я тоже хотел сказать, недалеко от стадиона «Металлург». Да, в непосредственной близости от стадиона «Металлург» и от остановки общественного транспорта, который так и называется, стадион «Металлург», до которой можно доехать на трамвае с заявителем, которые не пользуются автомобильным транспортом, и автобусным транспортом в том числе. – Какие виды услуг гражданам сейчас предусмотрены? Может быть, их несколько или, как раньше, это связано с непосредственным посещением Вашего ведомства? – На сегодняшний день получение государственных услуг возможно как по предварительной записи через сервисы портала государственных услуг, так и традиционным способом при непосредственном посещении заявителям ведомства. Кроме того, по вопросам обмена водительских удостоверений в случае их утраты, либо приведения в негодность, возможно обратиться в подразделения многофункционального центра. В настоящее время на территории города Самары нами организовано взаимодействие с 10 подразделениями МФЦ, из которых 9 обслуживают территорию города Самары, и одно подразделение обслуживает территорию Волжского района. – Пользуются ли, кстати, популярностью у граждан вот эти услуги, предоставляемые сервисами портала Госуслуг? Насколько это востребовано? – Если мы обратимся к статистике, результат работы за истекший период текущего года показал, что доля граждан, которые используют механизм предварительной записи через сервисы портала государственных услуг, равен 70%. Приведенный показатель, он как раз и свидетельствует о высокой популярности услуг данной категории. – Ну, это действительно, 70%, в общем, 7 из 10 человек, я сам пользовался госуслугами, могу сказать, что да, вот система работает, я в данном случае имею в виду не только услуги, которые госавтоинспекция предоставляет. А вот как вы считаете, с чем связана вообще такого рода активность граждан в пользовании госуслугами, ну, в частности, при обращении в ваше ведомство? – На мой взгляд, высокий результат работы подразделения в данной области свидетельствует о том, что получение государственных услуг в электронном виде на сегодняшний день через сервисы портала государственных услуг является наиболее удобным и эффективным способом, поскольку данный способ, он имеет ряд преимуществ, таких как возможность выбора удобной даты и времени обращения в ведомство, возможность оплаты государственной пошлиной посредством того же самого электронного сервиса портала государственных услуг, возможность распечатать заявление, а также возможность получить при формировании непосредственно самого заявления на портале государственных услуг необходимую информацию, в том числе о порядке получения государственных услуг, о необходимых документах, о сумме разумаемых госпошли, ну и так далее. Ну, вообще, на самом деле, вот, вы знаете, я вот заметил, когда в свое время я обращался в вашу службу, по факту, по факту, вот сейчас, ну, объективно, это вот, кстати, не комплимент вашему ведомству, очередей я не видел. Вот очередей я, причем я достаточно давно уже регистрировал автотранспорт, вот могу сказать, что да, ситуация меняется в лучшую сторону, и это, наверное, самое вот главное, потому что когда-то, когда-то давно, мы помним, что это был такой определенный процесс. Спасибо. Вот. Как вы считаете, вот в какую сторону изменился процесс предоставления государственных услуг вот с момента внедрения этого сервиса, потому что понятно, что все меняется, и вот как это отразилось на качестве доступности предоставляемых госуслуг, потому что понятно, что все, ну, постепенно мы, что называется, дотачиваем, отрабатываем, улучшаем. С момента введения электронного документа оборота, а также сервисов и электронного правительства перечень предоставляемых заявителем документов сократился до минимума. Общий срок оказания государственной услуги сократился до одного часа, а максимальное время ожидания заявителей в очереди сократилось до 15 минут. Все вышепределенные мной нововведения, они как раз и направлены на повышение качества и доступности предоставляемых государственных услуг в системе МВД России для того, чтобы оптимизировать процесс получения государственной услуги и снизить какие-то административные возможные барьеры. Ну, то есть это действительно целесообразно, на самом деле, вот просто электронно записаться и потом совершенно спокойно прийти и понимать уже, что, где и когда ты будешь получать. Конечно, конечно. Это вот совершенно. А, кстати, вот такой вопрос. А по каким критериям и как ваша деятельность оценивается в настоящее время? Ведь она оценивается. Ну, конечно. Оценка деятельности нашего подразделения осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по порядку проверки объекта представления государственных услуг в системе МВД России. Но эта оценка, она производится курирующими органами и вышестоящими полномочиями должностными лицами. Это, как правило. Но на постоянной основе нашу работу оценивают непосредственно граждане, которые обращаются к нам по вопросам получения государственных услуг как раз по регистрационной и экзаменационной деятельности. Показатели качества представляемых услуг складываются из совокупности оценок, отзывов и комментариев, которые поступают на различные информационные сервисы. В частности, в информационно-аналитическую систему оценки качества государственных услуг, аббревиатуру ИАС МКГУ, кроме того, через веб-сайт системы «Ваш контроль», через опрос граждан, который проводится на сайте МВД России. Вообще, в целом, качество и доступность предоставляемых государственных услуг, комфортность условий на объектах, предоставление линии государственных услуг, актуальность информации, которая размещается на информационных стендах, расположенных в залах ожидания граждан, имеют огромное значение для нашей работы и относятся к основным критериям оценки нашей деятельности. И в этой связи мы со своей стороны принимаем все возможные меры, которые направлены на повышение качества нашей работы, на повышение эффективности. — Алексей Сергеевич, мы сейчас с вами поговорили о вашем подразделении, о том, где оно находится, о различных способах туда обратиться, о возможностях вашего ведомства. Но вопрос не раскрыли, а можно ли к вам обратиться за консультацией в РЭО ГИБДД? И есть ли телефоны, по которым можно обратиться, для того, чтобы получить какую-то информацию, если человек, условно говоря, чего-то не понял? — Конечно, это всегда можно сделать. Информация о местонахождении, графике работы, адресах официального сайта электронной почты, формах обратной связи в сети интернет, а также о справочных телефонах, телефонах, автоинформаторах, размещается на сайте МВД России, а также на сайтах территориальных органов МВД России в разделе «Структура». Кроме этого, на Федеральном реестре государственных услуг, в Едином портале государственных услуг и на информационных стендах объектов государственных услуг, которые на постоянной основе размещены в залах ожидания граждан. В настоящее время, говоря о телефоне в Рео Самары, используется многоканальный телефон с абонентским номером 200 ровно 8727. — 200 ровно 8727, еще раз. — Все правильно. В структуру которого включены два телефона-автоинформатора, функционирующих в круглосуточном режиме, по которым транслируется вся необходимая информация о порядках и сроках предоставления государственных услуг, о местонахождении объектов, об адресах и телефонах, а также адресах электронных сервисов. И, в принципе, любой заявитель может получить эту информацию в круглосуточном режиме. Непосредственно в помещениях для ожидания граждан обеспечивается выделение отдельных сотрудников, осуществляющих консультирование пребывающих заявителей по всем интересующим вопросам, в том числе по порядку и срокам предоставления государственных услуг. Кроме этого, на структуру консультации у нас имеется возможность и подтверждение личности в системе ЕСИА — единая система идентификации и аутентификации личности. То есть, если вы личный кабинет вот сами создавали на портале государственных услуг, наверное, столкнулись с тем, что его нужно было и подтвердить. Да. Вот как раз эта возможность имеется у нас. Она возможна не только у нас. Раньше на почте это возможно было сделать. Сейчас и некоторые финансовые учреждения банковские предоставляют эту возможность. То есть, если у кого-то есть с этим проблема и есть необходимость подтвердить личность, можете обращаться по этим вопросам, в том числе и к нам. То есть, добро пожаловать, что называется. Конечно. Вот по какому графику вы принимаете граждан и как возможно попасть на прием в ваше ведомство? Но вот по вопросам как регистрации транспортного средства, так и выдачи водительского удостоверения. Прием граждан в нашем подразделении по вопросам регистрационной и экзаменационной деятельности в настоящий момент осуществляется по следующему графику. Вторник, четверг и пятница мы осуществляем прием с 9.00 и до 18.00. В среду мы принимаем граждан с 9.00 до 15.00, в субботу прием у нас осуществляется с 8.00 до 17.00, а в понедельник мы предоставляем услуги с 9.00 и до 18.00, а также в четверг с 18.00 до 20.00 в режиме дежурных окон для лиц, использующих механизм предварительной записи через сервисы портала государственных услуг. Здесь следует отметить, что в нашем подразделении график разрабатывался таким образом, чтобы максимально объять максимально возможный круг заинтересованных лиц и заявителей, которые могли бы к нам обратиться. Если вы заметили, что единственный день в неделю, в которой мы отдыхаем и не работаем, это воскресенье. То есть и суббота рабочая, и понедельник. Кроме этого, мы работаем и в вечернее время с 18.00 до 20.00 часов в четверг и не прекращаем свою работу в обеденное время, поскольку на обед наши сотрудники уходят по ступенчатому графику в период времени с 12.00 до 14.00 часов. То есть, по сути дела, можно найти любое время, утро, день, вечер, когда вам удобно. Если кто-то работает очень плотно с понедельника по пятницу, пожалуйста, есть возможность приехать в субботу. Если вы там работаете в субботу, то, пожалуйста, есть возможность приехать в понедельник. Так или иначе, время можно выбрать подходящее для себя. Ну, даже это нужно сделать. И если появилась необходимость для получения услуги, нужно посмотреть, когда в своем графике имеется то окно, когда это будет удобно и комфортно сделать, зайти на портал государственных услуг, выбрать необходимую услугу, выбрать удобное для себя дату, время, записаться, прийти в это время и гарантированно в кратчайший регламентный срок получить необходимую услугу. — Вы сказали, час времени — это, в общем, 15 минут ожидания, и в общей сложности это час. — Зачастую, если, опять же, наверное, здесь маленькое отступление сделаю, если все документы оформлены правильно, если нет оснований для отказа представления государственных услуг и нет недостатков, которые необходимо будет устранять, то срок оказания услуги занимает и меньшее время, и 15-20 минут. Вот это вот из практики, опять же. — Это практически идеально. А, кстати, сейчас, в настоящее время, какой размер госпошлины, например, заводовчиво судейство регистрации транспортного средства, заводительское удостоверение, если они утрачены владельцам? И вот планируется ли увеличение суммы платежей? Это вот для тех, кто иногда, к сожалению, теряет эту жизнь. Порядок, размер и основания взымаемых государственных пошлин за совершение юридически значимых действий утвержден положениями статьи 333.33 с учетом статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации. Сейчас приведу ряд примеров, взымаемых госпошлин, чтобы было понимание. Суммы взымаемых платежей, например, за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства в настоящий момент составляет 500 рублей. За выдачу регистрационного знака на автомобиль в настоящий момент необходимо будет оплатить государственную пошлину в размере 2 тысяч рублей. За выдачу паспорта транспортного средства ПТС, так называемого, сейчас необходимо будет оплатить 800 рублей. За внесение изменений в ПТС на бумажной основе сумма госпошлины составит 350 рублей. За выдачу российского национального водительского удостоверения сумма госпошлины в настоящий момент составляет 2000 рублей. А за выдачу международного водительского удостоверения государственная пошлина составляет 1600 рублей. В настоящее время информации об изменении сумм госпошлины в сторону ее увеличения нет, по этому поводу беспокоиться не стоит. А возможность получить скидку за оплату государственных пошлин либо штрафов сейчас как раньше есть или что-то изменилось? Потому что я слышал, например, что на госуслугах сейчас со скидкой 30% оплатить пошлину нельзя. Действительно. С 1 января 2023 года перестала действовать скидка 30% на оплату государственных пошлин с использованием сервиса в портал государственных услуг. Скидка была введена в 2017 году и воспользоваться ей могли все физические лица вплоть до окончания прошлого года, 2022 года. По информации Министерства финансов, она изначально планировалась на ограниченный срок как временная и предложения о ее продлении не было. – Мы основной блок вопросов рассмотрели. Хотелось бы поговорить об основных вопросах, которые задают зрители. Наиболее частые, может быть, типичные ситуации. Как восстановить водительские документы после утери? На примере. Потому что такая ситуация, к сожалению, иногда люди с этим сталкиваются. – Я считаю, здесь нужно отметить то обстоятельство, что в любом случае процесс получения государственных услуг носит заявительный характер. Это означает, что заявителю в любом случае нужно обратиться непосредственно в ведомство с заявлением. Как и раньше я уже озвучил, есть несколько способов обращения. Это либо традиционно, лично заявитель приходит в ведомство, заполняет на бумажной основе заявление, берет талон электронной очереди, подходит в окно и получает услугу. Есть второй формат, способ. Это по предварительной записи через сервисы портала государственных услуг. То есть, как мы уже ранее тоже озвучили, из личного кабинета портала государственных услуг выбираешь необходимую услугу. Допустим, как вы сейчас озвучили, на восстановление водительского удостоверения и получение взамен утраченного либо пришедшего в негодность. И третий вариант, когда можно обратиться в подразделение МФЦ. Ну, опять же, здесь срок представления услуги увеличивается до 15 дней. Но в некоторых случаях это удобно, когда, допустим, подразделение госавтоинспекции расположено далеко. Мы не берем, опять же, в этом случае пример Самара. Или, наоборот, вообще отсутствует подобного рода подразделение, которое представляет соответствующие услуги. А подразделение ФЦ есть. То есть, как вариант, можно обратиться и получить эту услугу. Вот для примера вашего я бы предложил следующий порядок. Необходимо зайти на портал государственных услуг, выбрать соответствующий подраздел получения водительского устранения в замену утраченного либо пришедшего в негодность, заполнить электронную форму заявления, выбрать удобное подразделение. Здесь, опять же, следует выбирать то, которое находится ближе и в которое удобнее было бы обратиться, потому что в настоящее время предоставление государственных услуг еще осуществляется по экстерриториальному признаку. То есть, независимо от места регистрации, транспортного средства, непосредственно самого, так скажем, заявителя по месту прописки и места его фактического нахождения, он может выбрать любое удобное для него подразделение, обратиться, получить государственную услугу. Вот в вашем случае, допустим, возьмем пример, что вы находитесь, опять же, там не в Самаре, а, допустим, в Москве. То есть, находишься, пожалуйста, на самом деле, можно восстановить. Зашли в личный кабинет портала государственных услуг, опять же, выбрали удобное подразделение, ближайшее в другом городе, в которое вам было бы удобно добраться, можно это либо по карте, либо списком. Далее выбрали удобную дату, удобное время, заполнили электронную форму заявления, в принципе, она достаточно простая и последовательно, в принципе, формируется в процессе заполнения. После этого, после корректного формирования всех обязательных граф для заполнения, портал предоставляет возможность оплатить государственную пошлину и возможность распечатать заявление. В назначенное время приходите в ведомство, там вас фотографируют, получаете необходимую услугу. Здесь еще важно обратить внимание на то обстоятельство, что при предоставлении медицинской комиссии, в данном случае об отсутствии медицинских противопоказаний на управлении транспортным средством соответствующей категории, в случае его утрат, вы получите новое водительское удостоверение на срок 10 лет. Но если вы эту справку не предоставите, что, в принципе, тоже возможно, новое водительское удостоверение будет вам выдано на срок действия предыдущего. То есть вы здесь уже вольны выбирать, какой случай вам удобнее, проходить медкомиссию, не проходить. Все будет зависеть от медицинской справки. Нет, от медицинской справки, а от периода действия. То есть если у вас оканчивается в этом году. Ну понятно, да. Если у вас осталось два года, конечно, логично получить справку и продлить этот срок, чем через два года опять приходить. Все правильно. И при получении этой государственной услуги сдачи экзамена не предусмотрено. В принципе, все. Алексей Сергеевич, а вот если вместе с водительским удостоверением потеряны и регистрационные документы на машину, тогда что делать? Какой порядок? Будет сильно отличаться порядок получения документов? В данном случае порядок получения государственной услуги практически не отличается. Он аналогичен, только лишь опять же следует будет на портале госуслуг выбрать немножечко иной раздел. В качестве рекомендации и оптимизации процента получения услуги могу предложить следующий порядок. Необходимо через сервис портала госуслуг подать заявку на получение свидетельства о регистрации транспортного средства взамен утраченного, либо пришедшего в негодность, выбрав соответствующий раздел, заполнить электронную форму заявления, выбрать также, опять же, удобное подразделение, удобное дату и время, при наличии такой возможности распечатать заявление, ну и оплатить госпошлину. Госпошлина в этом случае составит 850 рублей, если ПТС на бумажной основе, то есть весь регистрация будет стоить 500 рублей, а внесение изменений в ПТС – 350 рублей. Далее необходимо будет явиться в выбранные подразделения, при себе иметь паспорт как документ, устреляющий личность и ПТС на бумажной основе, если вот он сейчас не электронный, а на бумажной основе. Осмотра автомобиля при этой процедуре не требуется, и предоставление сведений о страховании гражданской ответственности в соответствии с федеральным законом номер 196 о безопасности дорожного движения и федеральным законом номер 40 о страховании гражданской ответственности тоже не нужно. То есть это все необходимо, эти процедуры проводятся при смене собственника и при регистрации нового автомобиля. – Вот мы видели новость о продлении сроков действия водительских удостоверений. Это так на самом деле? То есть я не ошибаюсь? И если да, то как это работает? – Действительно, постановлением правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 года номер 626 о внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года номер 353 предусмотрено положение о продлении на 3 года действия российских национальных водительских удостоверений, срок действия которых истек либо истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. При этом продление срока действия не требует внесения дополнительных изменений в указанные документы. Говоря простыми словами, действительно, все водительские устарения, которые истекли у водителей в период прошлого года, либо в этом году, либо еще истекут в этом году, они будут признаваться действительными в течение трех лет. И претензий у сотрудников ДПС о нарушении срока продления водительского удостоверения к водителям предъявляться не будет. Но здесь важно заметить, что всем тем водителям, у которых есть желание все-таки заменить водительское удостоверение, либо необходимость такая, эта возможность предоставляется в наших подразделениях. То есть, также заявитель может обратиться с заявлением, сформировать, оплатить государственную пошлину, пройти медицинскую комиссию, явиться и получить новое водительское удостоверение на 10 лет. Вот это связано с тем, что у нас все-таки, насколько я понимаю, мы идем постепенно к эпохе электронных документов, когда бумажных носителей уже не будет и не будет необходимости предоставлять именно бумажные носители сотрудникам полиции вот на дороге. Я правильно понимаю? Ну, все, конечно, движется вперед и со временем развивается. И, наверное, в этом направлении тоже происходят подобного рода изменения. В настоящее время проводится опытная эксплуатация электронного сервиса, предоставление свидетельства о регистрации транспортного средства и водительское удостоверение с использованием мобильного приложения единого портала государственных услуг. свидетельство о регистрации автомобиля и водительское удостоверение, ну, наверное, все идет к тому, действительно, что становится цифровыми. Теперь в виде QR-кода можно предъявить сотруднику ДПС не только свидетельство о регистрации, но и водительское удостоверение из личного портала государственных услуг. И всегда эти сведения будут актуальны. Но здесь, опять же, следует отметить, что в настоящий момент это приложение работает в экспериментальном порядке. А это значит, оригиналы документов в обязательном порядке должны быть на руках при этом у автовладельцев. Отсутствие регистрационных документов и водительских удостоверений при проверке, даже при наличии цифровых документов будет, в свою очередь, образовывать состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено частью первой статьей 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с наложением административного штрафа в размере 500 рублей, либо в этом случае еще, возможно, предупреждение. Алексей Сергеевич, время программы, к сожалению, подошло к концу. Большое спасибо за интересную, насыщенную, содержательную беседу. Всегда рады видеть вас в нашей студии, потому что безопасность дорожного движения, ну это на самом деле наша общая безопасность, это чрезвычайно важно. Спасибо большое. Напоминаю, в нашей студии был заместитель начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Самаре майор полиции Алексей Соколенко. Соблюдайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова